Всем привет! Вы на канале Дома как Дома. Меня зовут Лиля и сегодня я предлагаю вам приготовить очень оригинальную и красивую закуску. Для начала займемся тестом для блинчиков. Один стакан молока. Добавляем 2 яйца, щепотку соли, 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки растительного масла. Сейчас мы все это хорошенько взобьем и добавим около 8 столовых ложек муки. С мукой нужно быть аккуратными, лучше вводить ее постепенно. Наша главная задача добиться того, чтобы тесто было не густым, но в то же время содержало достаточное количество муки. Тесту нужно дать постоять, отстояться и теперь опять же проверяя его консистенцию перельем его в какую-нибудь посуду с дозированным носиком. У меня это будет приспособление для растительного масла. Вы же можете взять упаковку для кетчупа или майонеза и вот такими нехитрыми движениями абсолютно на свое усмотрение, на свой вкус, делаем вот такой орнамент. Обжариваем как нормальные блинчики с двух сторон. На самом деле это очень увлекательное занятие, чувствуешь себя каким-то художником. Главное условие, чтобы наши кружевные блинчики все-таки держали свою форму. Ну а наполнение закуски может быть совершенно разным. Например, сегодня я делаю закуску с куриной ветчиной и сыром. Кстати, куриную ветчину я тоже готовила сама и если вам будет интересен рецепт ее приготовления, я вам обязательно сниму видео. Пишите свои пожелания в комментариях. Ну а также вы можете делать эту закуску с красной рыбой и мягким сыром. Это могут быть различные салаты. Например, крабовый или салат из рыбы или еврейский. Ну в общем, понимаете, да? Самая обычная и незатейливая закуска превращается просто в какой-то королевскую подачу. Вот наши заготовочки уже готовы. Кстати, из остатков теста вы можете приготовить нормальные блинчики и, например, ими позавтракать. А закусочку оставить на вечер для гостей. Как я уже говорила, сегодня моя закуска будет с сыром и куриной ветчиной. Также я решила добавить красный перец. Красиво выкладываем блинчик. Сверху на него кладем лист салата. И теперь выкладываем сыр, ветчину и добавляем перчик. На месте перчика может быть огурчик, может быть помидорчик, зеленый лучок. В общем, все то, что будет сочетаться с вашей начинкой, может пойти в ход. Наша заготовочка готова. И по тому же методу сделаем все остальные. Кстати, закуску вы можете оформлять как в виде рулетов, так и в виде конвертика. Чтобы конвертики держались, вам можно будет использовать зубочистку. Вот как вы видите, закуску можно подавать и так, а можно ее сворачивать вот таким рулетиком. И положив швом вниз, в принципе, закуска готова к подаче. В итоге мы имеем просто невероятную красоту на нашем столе. Если еще учитывать, что это готовится очень просто, мне кажется, этот рецепт должен обязательно попасть к вам на заметку. Если вам понравился рецепт этой закуски, ставьте лайк. Ну, а если нравится готовить вкусные, оригинальные и проверенные рецепты, то подписывайтесь и заходите ко мне в гости, ведь у меня все дома как дом. Продолжение следует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!